Такие ритмы и такие ритмы. Мы научились с вами переставлять аккорды быстро, бегло, по-разному. Мы выучили достаточное количество аккордов для того, чтобы сегодня начать следующий раздел. Все эти ритмы, которые мы играли, они относятся к ритмам, которые делятся на два. То есть на две четверти или на четыре четверти. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Мы будем проходить этот ритм на примере песни «Прогулки по воде» на Утилиус Помпириус. Кроме того, мы сегодня с вами сыграем свой первый перебор. Мы с вами узнаем, какими пальцами дергать струны, какая при этом должна звучать басовая струна на каком аккорде и так далее. То есть сегодня у нас совершенно новые умения, в конце которых вы будете еще гораздо лучше играть. И спектр играемых вами песен гораздо расширится. В роли ученика сегодня выступит мой друг, с которым мы вместе поступали в театральное училище, который играет сейчас одну из главных ролей в фильме «Молодежка» Влад Конопко. Приглашаю его в студию и продолжим вместе с ним. Он выступит сегодня в роли ученика. Это как раз тот уровень, с которого ему будет самому интересно учиться. Я буду показывать ему, как играть, а он будет стараться. И вопросы, которые у него будут возникать, получат ответы, а вместе с ним получите ответы и вы. Итак, приветствуем Влада. Привет, Влад! Всем привет! Итак, сегодня Влад у нас в качестве ученика, и мы с ним попробуем поиграть ритм на три четверти. Играется он вот так. Вот и весь ритм. Вот здесь вы видите, как он изображен на картинке. Медленно он играется вот так. И заново. Как двигать руками вниз-вверх, я не буду объяснять. Мы на первом занятии, которое вот здесь вы можете увидеть, с вами разбирали, как двигается палец по струнам большой, и как делаются щелчки. На этом мы не будем сегодня останавливаться. Кому интересно, пройдите, посмотрите наше самое первое занятие. Сегодня мы уже будем играть новый ритм, используя эти движения рук. Итак, для начала мы начнем с припева песни «Прогулки на воде». Давай разберем наш ритм. Давай. Бой. Давай сыграем до щелчка. Звучит это вот так. Попробуй повторить. Хорошо. После щелчка остается у нас, как мы видим, 4 удара. Вниз-вверх, вниз-вверх. Вот так. Хорошо. Теперь попробуем сыграть все без остановки. Я покажу как. Сейчас еще раз, только медленнее, чтобы всем было понятно. Вот и весь бой. Потом идет следующий аккорд, в котором мы начинаем с длинного. То есть, примерно медленно будет так. Так. Следующий аккорд. Следующий аккорд. Следующий аккорд. Чувствуется, где переход с аккорда на аккорда? Попробуй сыграть. Смотри, какие аккорды. Ж, Д, А, М, Е, М. Да. По одному разу на каждом аккорде. Ну-ка. Давай. Очень хорошо. Значит, весь припев будет играться на таких аккордах. G, D, A, M, E, M, G, D, A, M, H7. H7. Вот сюда пальчик поставь. Получилось. Итак, давай по одному разу на каждом аккорде медленно этим боем. Давай я сначала один круг проиграю. Давай, потом я встаю. Да, 3, 4. И. Так, запоролись, хорошо. Давай тогда ты попробуем. Вот как раз, видите, первая запарочка. Да, сложенький аккортик. И. И. О. Ладно. Ничего. Вот так. Значит, играется припев таким способом. Таких два круга. То есть два круга аккордов. G, D, A, M, E, M. G, D, A, M, H7. И еще раз столько же. G, D, A, M, E, M. Г, D, A, M, H7. Я сейчас спою, чтобы было слышно, как петь под этот бой. Гусь. 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 H7, A, M, E, M. По два раза. Давай попробуй. Гусь. 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 То есть, два целых боя. Просто... Да. Так, вот они. Видите, в чем ошибочка. Я думаю, что у вас эти ошибочки тоже будут, потому что, как ни странно, когда по одному разу, то он как-то разбивается мысленно, да, в голове? Да, в голове прям. А становится на свое место. А когда по два раза, то его как-то надо осознанно вначале поделить. Давай еще раз попробуем. Так. Е7 сложно окончить. H7. H7. Да. Хорошо. Второй круг также звучит. Я сейчас сыграю весь куплет, чтобы уже было понятно всем, что нужно иметь в итоге. То есть, по два раза, вот таких кругов, как сейчас навернул Влад. Навернул. Да, навернул. Да. Поехали. С причала рыбачил апостол Андрей, а спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, а спаситель погибших людей. И Андрей прокричал, я покинул причал, если ты мне откроешь секрет. А спаситель ответил, а спаситель ответил, спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. И видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Что сейчас происходило при певе. Я играл тот же самый бой, на самом деле. Просто щелчок я не глушил. Как не глушить щелчок, мы с вами проходили на нашем прошлом четвертом уроке. Когда мы играли. То есть, мы с вами учились щелчки глушить и не глушить. Как видите, сейчас эти навыки нам пригодились. Итак, вот мы разобрали, как на простом уровне сыграть эту песню, к примеру, всю боем. Но так играть неинтересно. Поэтому интереснее, если динамически у нас будет разница в этой песне. Если, к примеру, мы первый куплет сыграем перебором, потом перейдем на бой. В припеве, да? Будем играть с заглушенными щелчками. Потом второй куплет мы сыграем с заглушенными щелчками. А в третьем отпустим гитару и будем это. И у нас, получается, в итоге песня приобретет постоянно нарастающий такой эффект. Хорошо? Значит, что мы? Для начала мы должны научиться играть перебор. Итак, как играть перебор? Для начала мы с вами должны понять, что у каждого аккорда есть басовая струна. Чтобы не вдаваться особо в подробности знаний с альфеджио, я просто вот вам нарисовал маленькую табличку. Вы видите, что у аккордов ЕМ и Ж, или Г, перебор начинается с шестой струны. Тоникой является шестая струна. Вы видите, что у аккордов АМ, Х7, С тоникой является пятая струна. То есть перебор будем начинать с пятой струны. Не обязательно АМ, может быть и аккорд А тоже. Главное, первая буква какая. Вы видите, что у аккорда Д тоникой является четвертая струна. То есть, когда мы ставим аккорд Е или ЕМ, перебор мы будем начинать с шестой струны. Большим пальцем играется тоника. Дергается вот так. А дальше каждой струне соответствует свой палец. То есть третью струну мы дергаем указательной. Вторую струну в среднем. И первую безымятным. И в обратном направлении. Перебор у нас звучит так, как тоника. На ЕМ это 6. То есть 6, 3, 2, 1, 2, 3. Пальцы не путают струны. Играется по два раза на каждом аккорде. Аккорды такие же, как в куплете. То есть. Следующий аккорд. Следующий. Следующий. Самое интересное, что один такой перебор равен по длительности одному бою, который мы сегодня выучили. То есть мы можем равноценно заменить. То ли аккорд сыграть один раз перебором. То ли один раз. Понимаете, будет по ритму и по скорости одинаково. Еще раз объясняю. Перебор играется так. Большой палец дергает тоники. Только тоники. А вот этими пальцами мы дергаем каждому пальцу своя струна. То есть. Шестая, к примеру. На Ж. Шестая. Третья. Вторая. Первая. Вторая. Третья. Вот припев будет играться вот так. И так далее. Ну давайте попробуем. Итак, Влад, давай попробуй сейчас сыграть первый куплет. Аккорды ты помнишь? Да. Е-М. А-7. А-М. И обратно Е-М. Да. По два раза. По два перебора на каждом аккорде. Давай только куплет. Куплетик. Поехали. Хорошо. И еще один круг. Нет. Опять Е-М второй раз получается. Опять Е-М. А теперь перейди на припев, который сыграем боем. Молодец. Молодец. Хорошо. Ну представляете, первый раз человеку перед камерой, да, но тебе не привыкать, понятно, да, но с гитарой, да. И с первого раза он, в принципе, запоминает аккорды, да, это вы видите аккорды на табличке, а он на память, я ему говорю, он пытается их сыграть. Сложненький, конечно. Аж 7. А вот потому что ты пропустил наше четвертое занятие, в котором как раз мы на него взяли. Ты, я знаю, уезжал. Да, я к нему вернусь обязательно. Да, пройди. Вот, хорошо. Значит, Влад вам показал, что, в принципе, вопросов не должно возникать, да? То есть, куплет мы играем перебором. Скорость немножко нужно будет, конечно, увеличить. То есть, да, а припев мы играем боем. Итак, сейчас я тогда покажу, как играется вся эта песня целиком. Я сыграю первый куплет перебором. Припев я сыграю боем, в котором я буду глушить щелчки. Второй куплет я сыграю тем же боем, в котором глушатся щелчки. И третий, точнее второй припев я уже щелчки не буду глушить. И тогда просто послушаем, как это будет в итоге. Мы с Владимиром исполняемся. Да, поехали. С причала рыбачил апостол Андрея, спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарея спаситель погибших людей. И Андрей прокричал, я покину причал, если ты мне откроешь секрет. А спаситель ответил, спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат. Повеси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Научитель на касках, блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, распять и оставь на потом. А немел спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Ты верно, дурак, и Андрей в слезах, по брезке с корями домой. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат. Повеси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Там кое-какие элементы я использовал сложно, их не надо повторять, просто играйте по схеме. Но в принципе, вот на такой скорости, по такой схеме, попробуйте сыграть всю эту песню от начала до конца. Кстати, эта песня есть в моей группе, ссылочка в описании, где все аккорды расставлены над текстом. И все понятно. Если вы видите в скобочках возле аккорда цифру, это значит столько раз играть, столько боев или переборов играть на этом аккорде. Так, ну и давайте подытожим. Влад, какие вопросы? Остались вопросы какие-то или все в принципе понятно? Ну, мне пока все ясно, надо просто сесть, я думаю так, основательно все это отработать, вот, и посмотреть четвертый урок. Чтобы аж семь, да, нормально стоять? Аж семь, да. Да, ну вот, видите, никаких вопросов, поэтому стараюсь делать так, чтобы от урока к уроку у вас все получалось, и если вы прошли предыдущие занятия, чтобы у вас получались следующие. В итоге будем играть хорошо. Поблагодарим нашего гостя Влада. Спасибо тебе, что пригласил. Да, вот, я специально для вас, конечно, сейчас еще сыграю бонус трек, есть там кое-какие у меня просьбы от вас в комментариях, ну, а на сегодня мы с вами прощаемся, пока, будем играть. Счастливо. 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 Счастливо.